Приветствую всех! JobSchool, с вами Эдолстон. И сегодня мы поговорим о такой интересной теме, как сравнительная степень прилагательных в английском языке. Ну, не все прилагательные мы можем сравнить. К примеру, железные, да? Мы не можем сказать более железный или самый железный, да? А что мы используем по отношению к таким словам? А? А как мы должны тогда их сравнивать в русском языке? Мы же можем сказать... Более железный? Это как-то глупо звучит. Ну, все-таки такие прилагательные, как красивый, да? Мы можем сказать красивый, да? Красивее. Красивее, да? Она красивее. Или она самая красивая, более... Красивее, чем кто-то, да? Вот, это обязательно нужно уточнить. И сегодня мы научимся работать со всеми прилагательными. Но давайте начнем с коротких прилагательных. И сразу же слово у нас есть короткие, как будет на английском. Short. Short, да? Хорошо. И чтобы мы могли сравнивать, да? Чтобы мы могли использовать сравнение, мы должны добавить всего лишь окончание er. И у нас получается... Short. Да, короче. И также, чтобы сравнить с какими-то предметами, нам нужно слово shorter than. Than переводится чем. Да, как, например... Короче чем. Да, да, да. Чем. К примеру, мы можем сказать... Он... Другое. Давайте слово. Как будет выше? Высокий. Толл. Толл. И значит, выше... Толл. Толл, да? И давай, Даяна, скажи, к примеру, она выше, чем я. She is taller than me. Да, то есть, she is, она является, taller than, выше, чем я, да? Me. Хорошо. И также вы можете сравнивать, кроме людей, какие-то действия или какие-то вещи. То есть, все что угодно, да? Вы можете сравнивать. То есть, да, мы просто добавляем окончание er, или, например, слово также может быть close, да? Как переводится? Закрыт. Не, ближе, да? Close. И мы просто к нему r добавляем, у нас получается closer. Closer, да? Ближе. И также у нас такие слова есть, как big, да? Big большой, огромный, да? Или горячий. Здесь у нас, смотрите, например, горячий, да? Hot, да, будет? Здесь мы должны добавить, чтобы не hotter было, а double T. Два T. Hotter. Горячий. Горячий, чем что-то. Да, давайте, и, конечно же, у нас есть такие сравнения. Это, к примеру, кроме таких сравнений, у нас есть самый-самый, да? Мы можем сказать самый короткий. Для этого мы должны добавить short у нас есть, да? Shortest. Слышали о таком? Или biggest, да, можно сказать, да? Да, то есть самый короткий. Просто добавляем окончание EST, да? Shortest. К примеру, мы можем сказать the shortest. Это самый короткий. А для чего мы используем артикль the? Здесь, как видите, да, the shortest. Чаще всего вы будете использовать с артиклем the, да? Это указывает на какой-то предмет, да? Именно, то есть мы выделяем какой-то предмет, да? То есть это самый-самый короткий, да, имеется в виду, в каком-то месте. То есть это как бы the можно перевести как это. Это вещь короткая, к примеру, да? Самая короткая. А мы этот артикль со всеми словами должны использовать? А, нет. Здесь имеется в виду, когда ты хочешь указать на что-то, понимаешь? Например... Из общей массы, скажем, да? И также... Да, также у нас есть некоторые слова, которые не на один слог. Здесь у нас всего лишь один слог, да? Это считается коротким прилагательным. Также у нас есть длинный, к примеру, тот же beautiful, да? Это уже довольно-таки длинное слово, и мы не можем сказать beautiful-er или там beautiful-less. Это слишком уже долго получается, да? И сложно произносить. Для этого мы можем использовать слова more или less, да? More это означает более, да? Более красивое, да? Более красивее, чем что-то, да? Когда сравниваем. Или можем, если что-то мало, less, да? Менее, менее красивее. Давайте немного потренируемся с вами. Как сказать, Саша, дорогой? Что-то, какая-то вещь дорогая. Expensive, да? Expensive. Скажи теперь дороже. More? More expensive. More expensive, да? Хорошо. Или родила? Радмила. А, Радмила. Или Радмила, скажи, пожалуйста, менее серьезный. У нас менее будет less и серьезный. Serious, да? Значит, будет как у нас менее серьезный. Less serious, да? Окей. Хорошо. Так же у нас есть самый-самый, да? Самый серьезный, так же можем сказать. И для этого мы будем использовать слова most. Да, надеюсь, вы слышали о таких, да? Или мы можем, к примеру, сказать, самый интересный. Как это будет? Most. Да, или также можем сказать the most interesting. То есть, опять же, делаем на что-то, да-да-да, ударение, как можно сказать, да? То есть, указываем на какой-то предмет. The most interesting. Да, к примеру, скажи, какой для тебя самый интересный фильм? Интересный фильм? Да. К примеру. С этим the most interesting. Ну, ты будь Титаник. Titanic is the most interesting film, да? Нет. Хорошо. Ну, как вы знаете, так же есть всегда исключение у нас, да? Как тебя звали? Камила, да? Камила, как, к примеру, будет хороший на английском? Да? Хороший. Или плохой? Good. Good. Bad. Bad, да? Bad. Здесь именно у нас встречаются исключения. И так же у нас есть на русском, да? К примеру, когда мы говорим хороший, сравнительная степень, у нас будет лучший, да? И самое сравнительное там, самый лучший. И то же самое в английском. И так же у нас есть, да, слово, например, good, да? И bad, как вы сказали. Плохой, как мы говорим на русском, да? То же самое будет что-то, когда хуже, да? И самый худший. И здесь так же на английском good изменяется на... Кто помнит? Better? Better, да. Better. И самый лучший. The best, да? Или просто best можно, или the best. Так же у нас есть bad, это worse, если вы слышали. Worse. И the worst. Вот, всего лишь два таких примера, которые вы просто должны выучить, да? Они являются исключениями как в русском, так и в английском. Хорошо. И, пожалуйста, Камила, скажи, он мой лучший друг. He is... He is... Лучший. He is my... Best. He is my best. Best friend. Да, у тебя есть лучший друг? Да. Ты их можешь назвать, к примеру, you are my best friend, да? Ты мой лучший друг, да? Вот, эти слова довольно-таки популярны, мы их часто используем в речи, или когда мы сравним, да, что-то, мы можем сказать, это лучше, чем... Это, да, это... This is better than something, да? Это лучше, чем что-то. Ладно, это пока что все, что связано с прилагателями. Надеюсь, вы поняли, усвоили, да, небольшой такой материал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!